Сегодня власти Японии собрали у ворот американской базы усиленные отряды полиции и частного охранного предприятия. Они не дают местным жителям заблокировать ворота. Строительство нового объекта Пендагона началось вопреки отчаянным протестам местных жителей. Протестующих более тысячи человек, но против спецназа. Они бессильны. Попытка перекрыть проезд грузовикам заканчивается силовой операцией. Пожилых людей бесцеремонно хватают за руки и за ноги, оттаскивают в сторону и укладывают прямо на асфальт. Вырваться никто не пытается. Это бы означало сопротивление стражам порядка, за которое полагается арест. Этот человек призывает к совести молодых японских полицейских. Базу строят для военных США, но столкновения происходят между японцами. Это абсурд, что японское правительство строит американскую базу, которая направлена против Китая и России. Появление такого объекта, который будет ссорить нас с соседними странами, недопустимо. Это единственное место, откуда более-менее видно, где будет строиться новая база. Сегодня редкий случай. Можно увидеть тренировку американских военных. Вот сейчас как раз боевые амфибии возвращаются на берег. 70% площади всех объектов 50-тысячной группировки Пентагона, постоянно размещенной в Японии, приходится на этот крохотный тропический остров. Скопление войск США, защищенных иммунитетом от японских властей, причина многочисленных аварийных ситуаций, включая падение военных самолетов и вертолетов на жилые объекты, а также преступления от мелкого воровства до убийств и изнасилований. Вместе с протестующими отправляемся в море, где место стройки уже объявлено запретной зоной. Идем вдоль внешней границы будущей базы. 160 гектаров морской поверхности. Говорят, американцы специально выбрали этот район, потому что здесь очень большая глубина, которая удобна для подхода подводных лодок. С патрульных катеров нам непрестанно говорят о том, чтобы мы уходили отсюда. Здесь как раз уже начались насыпные работы, вон там вдалеке видна строительная техника, работают экскаваторы. Строительство ведется на месте уникального кораллового рифа. Сюда собираются перебросить группировку американских морпехов с другой базы, которая находится в городской черте. То есть речь не о сокращении объекта США, а просто о переносе его с одного места на другое. Вашингтоне, связанное с союзническими обязательствами перед Вашингтоном, правительство Синзо Абе торопится завершить этот объект, не считая с мнением жителей собственной префектуры. Жители Окинавы протестуют как на суше, так и на море. Вот мы сейчас видим, как активисты на каяках пытаются вывесить на этих заградительных буях плакаты, на которых написано, что они против строительства новой базы. Протест это единственное, что у них осталось. Окинавцы поставлены один на один против Токио и Вашингтона. Под аккомпанемент протестов строительные работы продолжаются. И похоже, что сейчас США и японское правительство настроены довести дело до конца. Прекращать протестную активность окинавцы не будут. Собравшись на берегу у забора с колючей проволокой, за которым накануне как раз тренировались американские морпехи, они скандируют, что Окинава – это не земля Соединенных Штатов. Хотя у самих Соединенных Штатов на этот счет, похоже, иное мнение. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатское бюро Вести, Окинава, Япония. Субтитры создавал DimaTorzok